Всем привет! Дорогие друзья, поддержите пожалуйста это видео лайком, помогает моему каналу продвигаться и стимулирует меня на показ новых видео для вас. Сегодня у нас 5 марта 2020 года, подошел момент к обработке персику от такого заболевания как кучерявость листьев. В этот же момент проводим обработку от вредителей, резучно-сосущих, таких как долгоносик и ему подобных. Сейчас срежу пару веточек, положу их, покажу, чтобы было наглядно видно в какой фазе проводится обработка персика. Потому что тут солнце светит, плохо видно. И чем мы будем проводить обработку. Вот я срезал веточки персика, чтобы наглядно на белом фоне показать вам в какую фазу нужна обязательно первая обработка персика и нектарина от такого заболевания как кучерявость листьев. Обработка эта делается профилактически. Не нужно ждать, когда у вас его уже закрутят листья. Это уже болезнь, это печаль. Потом бороться с ней намного труднее, нежели сразу сделать профилактику. Первая обработка персика от кучерявости листьев делается препаратом Хорус. Этот препарат отлично работает по низким температурам от плюс 5 до плюс 15 градусов от кучерявости. Единственная проблема, очень много подделок. Остерегайтесь их. Подделки не работают. Нужен оригинал этой фирмы. И такой препарат, как Октара. Он работает по грязучесосущим, таким как Долгоносик, Почкоед. То есть, эти два препарата смешиваются в один бак на 10 литров и делается первая обработка персика. Если будете следовать моим рекомендациям, будете всегда с персиком, с хорошим урожаем. Главная фаза, очень важная обработка это в фазах. Не следует ждать, пока он заболеет. Нужно делать профилактику, чтобы персик не заболел. То есть, он тогда теряет силы, если заболел. И итог будет не тот, который вы ожидаете. Кому-то нравится видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Буду снимать дальше последующие обработки. Вторую, третью. Буду показывать, чем я буду обрабатывать данную культуру, чтобы достичь хороших результатов. Всем спасибо, всем пока.